Зовут меня Шевелев Эдуард, и мы с вами поговорим об особенностях, которые есть, существуют при установке операционной системы поверх другой операционной системы. В качестве рабочей операционной системы я возьму виртуальную машину, которая у нас с вами работает под другой операционной системой. Давайте ее запустим. Посмотрим, с чего начинается установка Windows 10. Узнаете, наверное, красивую, красивейшую заставку, которая была у нас на Windows 7. Заходим внутрь. Пароль. Вводим соответствующий пароль. Мы попробуем сейчас с вами основной сценарий, когда уже есть операционная система, и нам нужно перейти на новую операционную систему Windows 10. Первое, с чего мы начнем переход, это узнаем, какие у нас с вами параметры нужно посмотреть до того, как мы будем делать это обновление. У нас есть рабочая станция, и с помощью оснастки компьютер мы можем с вами узнать два основных параметра, которые могут повлиять у нас на работу по установке. Первый параметр – это процессор. Здесь, видите, машина у меня работает под процессором от Intel Core i7. И установленная память, второй параметр, который нам с вами нужен, который говорит, что система имеет на настоящий момент установленную гигабайт памяти, и значит мы можем начинать с вами обновлять. Потому что по требованиям к Windows 10 минимальный размер памяти должен быть у нас с вами, помните, наверное, 512 мегабайт для 32-разрядной системы и 1 гигабайт для 64-разрядной системы. Таким образом, минимальные требования у нас с вами соблюдены, процессор может быть как 32-битный, так и 64-битный, в зависимости от операционной системы, которую вы будете разворачивать, и процессор, который поддерживает разрядность ту или иную. Таким образом, следующий интересный момент, который здесь надо обязательно посмотреть, это разрешение экрана. Минимальное разрешение экрана должно быть 800 на 600. Это минимум, которое позволяет установить беспроблемно наш с вами Windows 10. Ну, здесь вот, видите, у меня разрешение стоит 1000 на 768, то есть разрешение экрана вполне нас с вами устраивает. Дальше. Проверяем, что у нас здесь стоит, интернет-эксплорер. Это в качестве одной из условий, которые нам с вами понадобятся дальше при миграции пользовательских данных. Есть браузер. Дальше. Помимо интернет-эксплорера, который стоит в панели задач, естественно, последний вопрос по доступному месту. Так, если мы откроем компьютер, то мы увидим, что здесь у меня свободно 51 гигабайт. Минимальное количество памяти, которое нам нужно с вами на жестком диске для развертывания, вы знаете, это от 40 гигабайт. То есть, опять же, жесткий диск у меня здесь соответствует минимальным требованиям, поэтому мы можем с вами начинать устанавливать и разворачивать Windows 10. Для того, чтобы развернуть операционную систему, в режиме in-place будем разворачивать. Microsoft говорит, что это рекомендуемый устройство по развертыванию, сокращаются затраты по обслуживанию, администрированию такой системы, по переходу на другую, на новую операционную систему. И поэтому нам нужен с вами какой-то дистрибутив, который бы позволил здесь, на этой машинке, запустить процесс инсталляции. Будем с помощью меню добавлять сюда необходимый нам образ операционной системы. Вот я здесь его приготовил, Windows 10, Enterprise Evolution, образ ISO, добавляем в наш дисковод. И процесс развертывания начинается с запуска программы SetupExact. Находим эту программу и запускаем установщик. Вот у нас сработал автоплей, я его закрою и запущу SetupExact с нашего ресурса, который мы только что добавили в виде образа операционной системы. Что будет с пользовательскими данными? С пользовательскими данными будет то, что вы с ними решите. То есть, если вы решите их оставить и перенести, это вполне можно сделать. Такая процедура называется миграция пользовательских данных. Если пользовательские данные, согласно рекомендации, не хранятся на локальной машине, то тогда будет, по сути, чистая установка без хранения данных. Поэтому исключительно зависит от того, какие требования накладывают нам тот или иной сценарий. Первый вопрос, который задает инсталлятор. Будем или не будем, мы сразу включать загрузку и установку или применение обновлений. Это рекомендуемый вариант. Но в данном случае моя среда не соединена с интернетом, и она не увидит сайт Windows Update. Поэтому мы можем указать радиокнопку в положении не сейчас, не прямо сейчас. То есть, такой вариант тоже вполне реализуем. И в конце надо решить вопрос, хотите или не хотите помогать делать установку Windows лучше. То есть, система собирает некий дамп логов и отсылает файл на сайт Microsoft для последующего анализа и улучшения процедур обновлений. В чем, в принципе, особенность вот такого метода инсталляции? Нам не обязательно ставить промежуточные операционные системы, которые были до Windows 10. Вы знаете, что там было Windows 8, Windows 8.1. Разработчики Windows 10 позаботились о том, чтобы перейти на Windows 10, можно было прямо сразу с 7. Итак, я снимаю эту галку, потому что я не хочу отправлять никакую информацию о моем процессе установки. И после этого мастер предлагает мне нажать кнопку «Далее». Начинаются проверки. То есть, проверки – это вполне нормальный процесс, который, по сути, проверяет, что ваша система готова к установке новой операционной системы. И вот, пожалуйста, первый интересный момент. Минимальные требования не соблюдены. Для того, чтобы у нас с вами развертывание произошло, 64-разрядная система, нужно 2 гига азот. Система показала нам это предупреждение, и они говорят, что вы можете запускать развертывание, когда у вас будет нормальное доступное количество памяти. Итак, количество памяти, которое нужно для 64-разрядной версии, это все-таки 2 гига. Таким образом, мы в этом убедились. Я отменяю установку, останавливаю машину и меняю размер памяти. Очищает, видите, себя установщик до того, как закроется. Система достаточно интеллектуальна, чтобы почистить за собой хвостики и не оставлять следов после себя на этой машине. То есть, процесс возвращения в исходное состояние у нас с вами происходит в автоматическом режиме. То есть, если у нас процедура развертывания не закончилась успешно, система, видите, приводит себя в первоначальное состояние. Как будто ничего и нет. Итак, мы с вами решили добавить памяти, чтобы соответствовать минимальным требованиям для развертывания операционной системы. И после этого запустим инсталляцию еще раз. Итак, на виртуальной машине это делается достаточно быстро. Заменой параметра. Я устанавливаю 2 гигабайта на этой системе. И опять запускаю нашу машину. Ну, видите, установщик, как всегда, просит при вставленном компакт-диске нажать любую кнопку, чтобы грузиться с него. Вот. Но это уже не будет установкой in-place upgrade. Поэтому мы с вами возвращаемся, опять же, в исходное состояние рабочего стола. Вводим пароль нашего администратора. И пытаемся повторить развертывание еще раз. Итак, диск D, утилита setup.exe. Включаем запуск инсталлятора. Идет загрузка и подготовка файла к работе. И опять переходим, видите, на страничку проверки нашей машины. Готова ли она делать обновление. То, что мы сейчас с вами рассматриваем, это самый простой вариант. Есть, естественно, масса других возможностей корпоративного развертывания и обновления систем. Но, как вот коллега сказал, все начинается с малого. И первое, что нам здесь показывают, это лицензионное соглашение. Согласно вот такого лицензионного соглашения, если мы с ним ознакомимся, мы узнаем с вами, что до тех пор, пока мы его не приняли, мы еще имеем право отказаться от покупки этого продукта. Но если это соглашение принимается, то после этого выхода у нас уже не будет. Мы согласились с этими требованиями, согласились с лицензированием. И, значит, дальше мы уже отвечаем за это развертывание. Система задает еще один вопрос. Что делать с файлами? Как раз только что от вас этот вопрос прилетел в чат. И вот здесь как раз сразу, по сути, первое диалоговое окно, к развертыванию которого мы с вами приступили, показывает нам, что мы можем сделать. Сохранить на этой машине персональные файлы и приложения. Далее, сохранить только файлы, если мы не уверены в том, что у нас произойдет корректное развертывание. Корректное развертывание с приложениями, которые стоят на Windows 7. То есть мы не уверены в их совместимости и не проверяли специальной интеллитой. Ну и последнее, ничего не сохранять. Все будет удалено. И, соответственно, будет, по сути, чистой развертывание. Вот. Но, естественно, у пользователей есть какие-то данные. Мы сейчас с этим будем пытаться что-то сделать. Их сохранить. Но сначала начнем разворачивать. Капка далее. Здесь они говорят, что мы хотим использовать то, что мы здесь выбрали, да, хотим. То есть здесь еще раз требует от нас подтверждения, что мы не хотим ничего сохранять. Ни приложения, ни персональные файлы пользователей. Хорошо. Система готовит себя к запуску, к развертыванию. И после этого появится, в общем-то, кнопка «Установить». Просит у нас подождать несколько минут. По сути, формируется сценарий развертывания. Пока система просит подождать, можно вернуться к вопросу, а чем же разворачивают в корпоративных средах операционную систему. Как правило, руками, вот как мы сейчас делаем, почти никогда не разворачивают. Есть специальные программы-акселераторы, которые позволяют сделать такое развертывание более автоматическим, с минимальным участием человека. И первое, что используют, это специальный пакет утилит, который называется Windows Installation и Administration Kit, или WAIC. Соответственно, WAIC – это пакет программ. Они бесплатные. Их можно скачать с сайта Microsoft. И вот в этом пакете находятся несколько программ, которые можно использовать для работы с образом операционной системы. Для его развертывания. Дальше у нас есть еще один интересный момент под названием Роль, которая стоит в операционных системах, начиная с 12-го сервера, который называется Windows Diploma Services, или WDS. Соответственно, WDS позволяет производить установку и развертывание операционных систем через локальную сеть. Так, вот у меня появилась возможность нажать кнопку «Установить». Ну, а здесь показалось, что мы будем устанавливать версию Enterprise Windows 10 Evolution, плюс ничего больше сохранять не будут. Можно. Смотрите, ВИМ-образ. Чем можно сделать ВИМ-образ? Ну, первое. У нас с вами есть вот тот самый пакет инструментов WAIC. Начиная с Windows 10 и 12-го сервера, там добавили новую интеллиту под названием Windows Configuration Designer. Вот этот Configuration Designer позволяет как раз такие образа модифицировать. Это то, что у нас из графики есть. Первое, опять же, что можно сказать, это командная строка утилита Dism. Dism позволяет кастомизировать ВИМ-образ. И, в общем-то, это не полный перечень, масса всего, что можно применить для этого. Но я все-таки нажму кнопку «Установить». Нам же интересно получить какое-то окончательное решение. И вот посмотрим, чем у нас будет это все заканчиваться. Так, вопрос Святослав прислал. А в стандартной Windows 10 как обновлять? У меня русская Pro. Так, ну, вот тут вопрос по поводу как раз стандартной и нестандартной. Что значит стандартная Windows 10? Чем она отличается от нестандартной? Так. Просто Windows 10 Professional – это обычная рабочая система, которая используется в компаниях по сути любого размера. И отличие Evolution, редакции Evolution от редакции Professional – она есть, конечно, но это никак не влияет на инсталляцию. Так, реально ли установить на 32-разрядную систему Windows 10? Ну, конечно, реально. Есть у нас с вами версии операционной системы как под 32-разрядную систему, так и под 64-разрядную систему. Плюс, вы, наверное, слышали, есть версии под мобильное устройство. Мы обновляем Windows 7. Мы обновляем, согласно рекомендуемому процессу обновления, под названием In-Place Upgrade. То есть In-Place Upgrade Windows 7. Можно поменять разрядность при обновлении? Нет. Разрядность при обновлении поменять нельзя, это только чистая установка. То есть апгрейда не получится. И поэтому получается, что вы должны выбрать корректную версию операционной системы до начала разгортывания. То есть, другими словами, что на, допустим, 32-разрядном оборудовании, а это может быть либо какие-то старые процессоры, или же атомы на планшетах. В общем, то есть соответствующее оборудование. Спасибо вам, Святослав. Они имеют уже вшитый внутрь процессор. У него есть конкретная разрядность, и поэтому, если вы попытаетесь восстановить 64-разрядную версию на 32-разрядный процессор, естественно, это не получится. Но можно сказать, что если вы попытаетесь на 64-разрядный процессор поставить операционную систему 32-разрядную, она прекрасно установится и будет работать. Нет, ну, смотрите, методы апгрейда. Они бывают двух видов. Бывает in-place апгрейд. Это вот то, что мы делаем сейчас. То есть мы проверили, что железо соответствует минимальным требованиям операционной системы, и хоть на ней крутится Windows 7, мы все-таки запустили инсталлятор, который начал развертывать новую операционную систему. Но если у нас устанавливается, допустим, 64-разрядная система на 64-разрядный процессор, то мы получаем там прирост производительности. Потому что используется более оптимально все возможности процессора, все возможности драйверов. Так. Так. Евгений, я вижу то, что вы тут, в общем-то, написали. И, может быть, даже где-то в душе я с вами согласен. Вот. Но наша задача сейчас не поиздеваться над операционной системой, на самом деле. Вот. А увидеть, что даже при самых-самых маленьких, минимальных аппаратных требованиях развертывание можно произвести. Я намеренно сделал так, что у нас сначала стоял один гигабайт, да, и я говорил, вот, мы сейчас развернем, и все будет хорошо. И наглядно было видно, что система делает проверку обязательно перед развертыванием, и она отказалась, в общем-то, инсталлироваться, видела, что ей не хватает памяти. Вот. Поэтому минимально здесь 2 гигабайта для нашей операционной системы. Вот. А по поводу нормальной, как в кавычках можно написать, работы операционной системы, естественно, это зависит от многих факторов. Как правило, это у нас с вами и дисковая подсистема, скорость дисковой подсистемы тоже на все влияет, на общую производительность. Естественно, она влияет процессор, количество ядер, размер памяти. Все это оказывает значение большое для того, как производительность общая будет попадать под такое понятие, как качество. то есть сервисы будут предоставляться в надлежащем качестве, все будет хорошо работать. Будут минимальные тормоза. Один компонент, который я не сказал, он тоже влияет на общую производительность, это сетевая подсистема. Таким образом, общая производительность или общее понятие качества складывается из этих отдельных компонентов. Как-то так. Так, сейчас, секунду. Вопрос по поводу, правда ли, не придется переустанавливать приложение. Сейчас, секунду, Евгений. Тут вот Светлана спрашивает по поводу сохраняться персональные данные и приложения. Смотрите, здесь очень тонкий вопрос по причине совместимости приложений, которые работали на Windows 7 и самой операционной системой Windows 10. И для этого, чтобы ответить на этот тонкий вопрос, рекомендуют, используя специальный инструмент под названием Application Compatibility Toolkit. Система, когда восстанавливается, она не гарантирует работоспособность установленных на них приложений. И даже после того, как у вас произойдет обновление операционных систем, попытка заново установить приложение, которое не работает после обновления, тоже может закончиться неудачей. То есть, это вполне нормально. Таким образом, перед тем, как мы начнем с вами обновлять операционную систему, мы должны применить вот эту утилиту Application Compatibility Toolkit, которая позволяет проверить, насколько ваше приложение совместимо с новой операционной системой. Откуда взять это приложение? Оно входит в пакет, который я вам говорил ранее, WAIC, Installation Administration Toolkit, который свободно скачивается с сайта Microsoft. Поэтому, перед планированием перемещения операционных систем или их обновлений, обязательно рекомендует использовать вот этот инструмент для того, чтобы проверить, смогут ли ваши бизнес-программы работать под новой операционной системой. Помимо результата, то есть, смогут, не смогут, для некоторых программ еще и предлагают специальные программные заплатки, которые называются ШИМ. Вот эти ШИМы, они попадают из базы Microsoft, которая накопила достаточно большой опыт в разрешении конфликтов приложений. И с помощью этой заплатки, которую вы установите на программу, программа будет работать уже и под Windows 10. Но сначала нужно это оценить, то есть, проверить совместимость. Второй инструмент, который еще предлагают для таких же целей, это также в WAIC лежит программа под названием Microsoft Assessment and Planning Toolkit или MAP. Это программа специальная, которая позволяет просканировать текущую вашу IT-инфраструктуру и выдать на выходе отчеты формата Excel, в которых будет написано, какие системы могут быть обновлены до Windows 10, а какие не могут и по каким причинам. Таким образом, эти программы акселераторы по сути, ускоряют процесс переезда на Windows 10 и упрощают процесс администрирования. То есть, нежданных ситуации будет намного меньше, если перед развертыванием свою инфраструктуру проверить. Так, про сетевую подсистему. Вот Евгений спрашивает, сетевая подсистема, как она влияет на общую производительность. вы уже знаете, что операционная система, она не работает сама по себе в замкнутом пространстве, она обязательно занимается тем, что потребляет какие-то сервисы, это могут быть какие угодно, почтовые сервисы, там, папки общего доступа с корпоративными документами, то есть масса. Спасибо, Светлана, вам. Так вот, в общем-то, масса сервисов предоставляется не локально именно операционной системой, а сервисы, которые предлагаются с помощью серверов приложений. Таким образом, чтобы нам с вами, допустим, заниматься тем, чтобы мы могли по сети развертывать вот тот же образ операционной системы, нам нужно с вами иметь достаточно производительную сеть, иначе попытка перекачать образ, который весит от 4 до 8 гигабайт, он займет достаточно продолжительное время, на которое мы могли не рассчитывать. То есть сам процесс затянется сильно. Имея возможность в последних системах агрегировать сетевые карты, то есть складывать их пропускную способность и делать из них отказоустойчивых решений, таким образом мы можем получить широкий канал, который позволит нам резко сократить время ожидания установки операционной системы. Таким образом, сетевая инфраструктура это один из компонентов, которые в последнее время обращают очень пристальное внимание, делается масса оптимизаций и масса улучшений в аппаратной части сетевых, сетевой инфраструктуры, сетевого активного оборудования. Ну и как следствие мы получаем высокопроизводительные решения, позволяют достичь очень больших скоростей передачи данных. Есть ли гарантия сохранения всех пользовательских данных без удаления или искажения файлов? Хороший вопрос, вот пришел в чат и вопрос можно характеризовать так, что естественно всех интересуют данные, меньше всего интересует операционная система. Пользователь, который у нас с вами работает в инфраструктуре, он занимается решением конкретно бизнес-задач. Если у него орудие труда, которое он использует, это может быть Word, Excel, это может быть CRM-система, работает недостаточно хорошо или данные потеряны, то тогда мы вместо помощи нашему бизнесу по сути являемся большим тормозом. таким образом, просто как ответить по поводу гарантии. Гарантия переноса операционных систем и сохранения пользовательских данных без удаления либо искажения файлов можно дать только тогда, когда процесс развертывания операционной системы был отлажен в тестовой среде. То есть обязательно у вас должен быть некий виртуальная песочница, некий виртуальный контейнер, в котором вы процедуру миграции уже отладили и самое главное расписали в виде чек-листа. Есть такое понятие чек-бокс-лист, которое позволяет четко указать порядок действия раз и далее не дает нам возможности как-то использовать человеческий фактор в деструктивных целях. То есть каждая операция соответственно описана и когда вы ее провели вы ставите галочку что эта операция сделана. Таким образом вот отсюда появляется такое понятие как гарантия. Естественно если это делается сразу в продакшн среде без какого-либо планирования либо подготовки проверки на совместимость никто никакой гарантии вам не даст. Гарантии обеспечиваются информацией только тогда когда у него есть хорошая поддержка IT-инфраструктуры то есть есть соответственно обученный персонал. Вот когда такое соблюдается тогда можно что-то гарантировать. Почему многие люди предпочитают Windows 7 а не Windows 10? Святослав хороший вопрос но он больше философский вопрос. Так сейчас мы дошли до момента когда у нас установщик спрашивает видите как мы будем с вами разворачивать спрашивает наш домашний регион либо страну спрашивает язык предпочтительный для развертывания далее уровень или раскладку клавиатуры и время зоны временная зона это тоже очень важно у нас опять же тестовая среда и поэтому оставляем как есть здесь вопрос по поводу того как мы быстро с вами настроим новую операционную систему для работы если нажмем кнопку кастомайз то мы получим массу вопросов и да Windows 7 поддержка прекращается это так так нажимаем чтобы ускорить процесс настройки применить экспресс настройки то есть использовать экспресс сеттинги чтобы она снова не спрашивала так вопрос поступил по поводу совместимости программ совместимость программ теряется Windows 10 так Эндрю я так понимаю Андрей я уже отвечал на этот вопрос и основной момент здесь совместимость программ должна сначала быть проверена то есть у вас должен быть запланирован такой шаг как сканирование инфраструктуры и проверка утилитой application compatibility toolkit на совместимость естественно даже не то что вы все обновляете дело в том что еще и программы иногда обновляются и как правило основной процесс невозможности запустить программу появляется либо только на старых программах очень старых те которые закончили свой жизненный цикл их никто не модифицирует и не держит в общем-то совместимость у них не проверяется никак они не обновляются вот либо это самописный софт который использовался компанией для того чтобы решать какие-то свои задачи вот допустим в компании где я работал у нас использовалась база данных на fox pro ну естественно fox pro которая использовалась оно никаким образом не может быть сейчас запущено у нас на windows 10 да и соответственно все эти базы данных с crm системой не работают вот так сейчас нет это не новый профиль это единственный профиль единственного аккаунта который у нас с вами будет это локальный администратор и так он спрашивает спрашивает соответственно название аккаунта которую мы будем использовать здесь я пишу что после развертывания будет вот такой мне человечек далее естественно ему нужен пароль потому что без пароля это небезопасно и значит первый вход в систему должен быть безопасным и значит надо ему дать пароль я ввожу так ввожу пароль как всегда глазик вот этот помогает посмотреть что же тут у меня закрыто чтобы убедиться что я не ошибся и некую метку для себя которая говорит напоминание мне о том что же я туда все-таки забыл я назову такое напоминание как стандарт паспорт пример далее 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 just a moment опять ждем и вопрос по поводу картаны картаны цифровой помощник очень интересная функциональность основана на очень мощном поисковике может понимать голосовое управление но одно большое но для нашего с вами региона в котором мы живем это функционал не работает вот поэтому я говорю not now не использовать картану иду дальше с образом windows 10 можно поставить еще и программы например 7 zip и adobe pdf да можно для этого используется так называемые кастомизированные эталонные образы то есть берется машина она становится эталонной машиной на нее развертывается чистая операционная система далее вы ставите на нее нужные программы которые будут в этом образе присутствовать после этого запускается специальная утилита size prep со специальным ключом generalist который делает из этого образа по сути некий шаблон для последующего развертывания он полностью удаляет всю личную информацию и после этого у нас появляется возможность сделать капчу капчу это захват этого состояния машины конкретный образ после этого можно разворачивать будет разворачиваться уже с этими программами но вы должны четко протестировать и узнать какие программы поддерживают такую инсталляцию а какие нет то есть не все программы могут запускаться из образа предварительно установленного таким образом немножко резюмируя можно сказать гарантировать что-либо можно только тогда когда этот процесс был несколько раз произведен в тестовой среде которая аналогична продакшн среде и документирован спасибо вам итак вот я попал внутрь вновь установленной системы у нас видите машинка как была так и осталась это клиент 3 у меня называется но уже вместо Windows 7 появился Windows 10 как узнать можно запустить массу способы нужно узнать можно запустить утилиту допустим которые для этих целей они специально сюда добавили называется Винвер таким образом появляется диалоговое окно которое четко покажет версии операционной системы на этой машине я здесь вижу эти версии у меня 16.07 то есть это у нас с вами базовое развертывание от 16 года видите июль месяц соответственно build 14393 вот дальше что интересного мы говорили все по поводу данных вот но еще ничего не сказали по поводу того как эти данные сохранить если мы с вами не решились при миграции то есть когда делали апгрейд на Windows 10 данные сохранять да будем считать что вот данных может быть здесь не осталось никаких никто ничего здесь не сохранял при обновлении но я возьму и кастомизирую вот этот рабочий стол для того чтобы создать впечатление или сценарий что здесь люди уже работали и какие-то данные на них были сохранены первое с чего я начну это я добавлю эту машину в домен потому что корпоративная среда это всегда доменная среда стендалон машины не приветствуется в корпоративной среде по причине своей ограниченности вот как правило это машина которая решает только какие-то специальные задачи и так как это вообще рабочая станция то для меня как для администратора крайне желательно чтобы эта машина была управляема через групповые политики то есть мне нужно их обязательно в домен добавить вот регистрации нет не сохраняется и мы сейчас будем делать чтобы быстро это сделать и показать что ничего не сохранилось вот достаточно показать этот экранчик машина получила как обычно получает рандомное имя случайно и она получила членство в рабочей группе вот поэтому сейчас мы быстренько добавим ее в домен имя машины и домен у меня уже здесь есть называется adatum.com соответственно в домен adatum так сразу вопрос видите надо ввести тот аккаунт который имеет права подсоединять эту машину в домен я использую домен администратора для этих целей как вы уже знаете смена местоположения машины обязательно требует перезагрузки он должен достучаться до контроллера которое предварительно запустил так так стоп он не имеет прав ругается так сейчас нет ничего сбрасывать не надо я боюсь что у меня из-за того что машины а да точно сейчас у меня контроллер домена который я запускал отключился вот видите он поэтому на него и ругается за это сейчас я подключу его опять вы может быть слышали что если машина работает в редакции evolution она имеет так называемое временное ограничение у меня есть серый период грейс период в котором она полно функционально но если машина по срокам выпала из грейс периода и количество вот этих периодов больше трех то есть они все были израсходованы здесь начиная с 12 сервера микрософт ввел специальную защиту которая не позволяет работать серверам больше часа если они не активированы таким образом у меня час прошел контроллер домена остановился и я естественно не могу ввести машину домен все вполне естественно что происходит то есть это нормальная ситуация но она не нормально с бизнес с точки зрения по причине того что авария контроллера доменов компании не всегда обходится без таких последствий но в кастлой среде как говорится все можно попробовать и проверить и быть готовым не допустить этого в продакшен среде и так еще раз администратор уже было подумал что домен администратор уже успел поменять пароль ну вот видите сейчас когда все работает уже такой проблемы не появилось добро пожаловать домен на дату и здесь они говорят что обязательно требуется перезагрузка делаем рестарт делаем рестарт нет она называлась лондон сель 3 и я не стал менять название по одной простой причине для единообразия то есть политика компании такая что она определяет машина должна называться местом где она находится то есть филиал у нас допустим в лондоне по сценарию вот или это третий клиент но имя может быть другое другое смотрите локальный администратор видите локальный админ это тот единственный человечек который я указал при установке ничего не сбрасывается я только из-под него сейчас могу зайти но после того как я зашел из-под него я уже эту машину сейчас добавил домен значит у меня появилась возможность заходить доменным пользователем потому что машина доменная ну и что дело в том что когда вы машину вводите в домен еще раз не важно что там было раньше эта машина для домена новая она получила новый уникальный идентификатор безопасности это новая машина для домена она потеряла все свои разрешения проводить при подключении сети нет мы делали обновление исключительно без сети с помощью компакт-диск вот поэтому сеть нам нужна была только в принципе для одной вещи ввести машину в домен когда мы ввели машину в домен я теперь могу заходить не вот так как локальный администратор а с помощью доменного администратора и значит я получаю управляемость сейчас я показал что способ входа локального администратора остался то есть машина хоть и в домене но локальный администратор здесь работает потому что нет никаких настроек мы с вами не делали для того чтобы подключить локальный аккаунт поэтому аккаунта всегда два будет здесь одни локальные это те которые живут только на этой машине другие доменные которые живут домен так как у нас доменная среда более управляема поэтому я беру и перехожу на доменный аккаунт то есть я говорю пожалуйста вот я сейчас сделал sign out вышел из системы я говорю буду заходить из другого пользователя и указываю с под кого я буду заходить я указываю имя домена и указан аккаунт администратор я указал конкретно видите доменный аккаунт и после этого я указываю доменный пароль этого аккаунта если машина была бы в рабочей группе она никогда не дала бы нам подсоединиться сюда доменном аккаунт ну вот видите они говорят что они счастливы что мы тут хэпи хэпи и говорит пожалуйста не выключайте ваш компьютер потому что я еще не готов что происходит на данный момент сохраняются пользовательский профиль в нашем случае профиль доменного администратора и только после того как она создаст необходимый контейнер куда будут данные храниться после этого покажет рабочий спор и так нам надо немножко кастомизировать здесь настройки которые мы потом увидим что они будут сохраняться при переезде на другую машину как можно перетащить пользовательские данные и так я создал какой-нибудь документ назову его демо файл к примеру внутри создадим какой-нибудь текст совершенно просто так чтобы он не был пустым после этого я сохраню шедевр наш на рабочем столе и так это у меня важный отчет и он не должен потеряться при переезде как мы будем с вами перемещать пользовательские данные вариантов несколько раньше можно было использовать утилиту специально которая называлась windows easy transfer или вэд сокращенно вэд и она была в семерке и прекрасно работала она спрашивала какие данные перемещать из каких аккаунтов эти данные забирать куда их складывать то есть было масса вопросов и потом одно действие он их туда перемещал но это немножко не enterprise вариант enterprise вариант использовать специальную утилиту командной строки которая называется users migration toolkit или usmt usmt можно взять опять же из тех самых программ из тех самых бесплатных программ которые в пакете называются windows ваик administration installation toolkit про который рассказывал с самого начала там usmt есть здесь у нас уже развернули эту утилиту она находится на DC1 на контроле и домена ее поставили и теперь что нам нужно сделать для того чтобы заставить эту утилиту в автоматическом режиме перетаскивать данные я создал сетевой диск F который будет смотреть на папку где у нас этот инструмент развернут я запускаю командную строку и создаю сетевой диск туда куда мне надо для этого утилита командной строки под названием net используется ключ use дальше буква диска и далее показываю с какое место соответственно где лежит у меня смт с какого места я буду запускать ее это у меня London DC один и там есть папочка которая так и называется юзер стоит миграя шантук и санты подтверждение команда выполнена успешно и после этого мы можем с вами переходить в эту папку по сути на диск F я нахожусь внутри и вот здесь я вижу если команда держит запустить что у меня как раз юзер развернут юзер из себя представляет по сути два исполнения файла scan state который забирает пользовательские данные и load state который загружает на другую машину то есть туда куда мы эти данные переносит и так первое чтобы мы с вами эти данные так скан чтобы эти данные мы с вами могли перенести нужно указать где они будут храниться то есть временное местоположение переносимых данных наших пользователей я говорю что временное место для них будет находиться на машине лондон DC1 это может быть какая-нибудь файловая шара то есть файловый сервер я создал там папку которая называется migration store и говорю что данные которые там будут присутствовать это данные с машин лондон клиент 3 замечательно дальше два параметра которые будут сюда добавляться это описание файла миг апп это xml файл в котором указывается программа которую надо переносить если такие функции поддерживаются отдельно указывается файл миг юзер здесь можно указать пользователей которые нам важны для переноса точнее пользовательские данные так xml так обязательно ключик по для нас и запускаем сканирование сам процесс сканирования записывается влог журнал скан стоит точка лог и здесь начинает видите без выбора все пользователи которые на этом машине присутствуют загружаться вот в это хранилище сначала проверяются аккаунты плюс отдельно смотрите компьютер проверяют дальше после этого вся эта информация начинает выгружаться по поводу аккаунтов ясно люди у них пользовательские настройки а какие настройки у компьютера на самом деле она собирает кастомизированную информацию с реестра то есть у нас информация пользовательская хранится не только в папке профиля пользователя но еще и в реестр поэтому она с реестра также пытается вытащить данные пользователей и передать их в временное хранилище так ну что сейчас мы дождемся окончания переноса данных сбора информации что-то к вечеру машина ленте стала подтормаживать видимо стало уже да нет читаем но там надо иметь права чтобы туда попасть то есть обычный пользователь туда естественно не попадет это системные папки хоть она и папка общего доступа но там есть два уровня прав там есть права права на папке общего доступа и есть файловые права и там и там соответственно стоит возможность кастомизировать разрешение кто имеет права кто не имеет естественно можно зарезать все и сказать что права будут иметь только компьютер который данные отдает то есть там где запускается стан стоит плюс соответственно утилита которая аккаунт который использует запуск этой все остальные не получит туда доступа так данная перенес и теперь на временное хранилище и теперь нужно определиться с машиной куда эти данные будем складывать то есть у нас пользователь который был за этой машиной он пересел за другой компьютер который называется лондон клиент 2 так я тогда эту систему остановлю будем считать что она у нас ушла в обслуживание то есть ее пылесос от моют и ставят на нее нужные программы чтобы потом снять эталонный образ вот а человечеку временно дали другую машину которая называется лондон клиент 2 запускаем эту машину и чтобы руками пользователи эти данные не переносить мы делаем возврат данных сюда опять же через утилиты которые входят в пакет висанте так запускаем опять же командную строку говорим что нужен нам сетевой диск помните в папочку и санки там же все у нас лежит утилит ведь все на дисси один поэтому я также создаю сетевой диск пусть будет опять же диск f и говорю на какую папку общего доступа надо смотреть дисси один я создал да его даже можно посмотреть что у нас это появилось вот видите такое обозначение сетевого риска появилась вот как будто диск на проводах висит если зайдете вы сразу попадаете вот сюда место развертывания инструмента юсанты ладно и так я перехожу сюда и даю команду загрузить дальше показываю откуда мы будем забирать то есть промежуточное хранилище migration store и помните мы указывали отдельную папочку там которая называлась по имени машина откуда эти данные мы забрали то есть лондон клиент 3 далее указываем вот эти два ключа которые добавляют файлы описание приложений это миг аппп xml так и файл описание юзеров дальше указываем ключ локального администратора той машины это у нас пароль то есть другими словами что если понадобится указать привилегии и пройти идентификацию то мы говорим все действия делать с паролем вот этого администратора я указываю этот пароль ключ который идет вместе с этим ключом лак называется лая вот запускаем происходит по сути обратный процесс считывание информации она определяет все аккаунты которые были на клиенте 3 с которых нам информацию scan state утилит собрала она проверяет целостность этих данных и после этого применяет таким образом меня возвращаются исходные все документы плюс даже настройки с реестра для этого пользователя таким образом переносится все подряд если мы не сделали каких-то исключений вот в этих файлах формат xml так замечательно 99 процентов они на промежуточном хранилище были собраны и выложены с помощью утилит стан стоит мы это делали когда были на машине клиенты далее на машине куда мы перемещаем данные верите запускаем утилита нового стоит идет подтверждение что данные были успешно мигрированы код возврата 0 говорит что успех success таким образом я закрываю окно и вижу тот самый файл который вдруг возник неоткуда тот самый документ который создал пользователь на клиенте 3 принципе друзья мы подошли с вами концу всех наших экспериментов и все что хотел я вам показать я показал вот естественно все эти действия не заканчиваются вот таким моментом то есть то что мы видели видите я все руками здесь по сути набивал есть естественно масса инструментов автоматизация всех этих действий ну и буду рад вас видеть если вы придете к нам специалист посмотреть на эти инструменты которые здесь не были указаны вот спасибо всем большого хорошего вечера на этом наверное мы будем заканчивать с вами так да вы правильно андрей поняли здесь по сути было как бы два отдельных действий естественно можно было сначала на windows 7 это сделать можно было запустить и санты для windows 7 кстати утилита вот этого ик с набором бесплатных программ она привязывается конкретной редакции операционной системы то есть есть отдельного и для семерки есть твои для десятки поэтому имейте ввиду что вам под каждую систему нужно скачать свой собственный инструмент вот они отличаются спасибо вам большое всем подчеркнули что-то новое но слава богу значит не зря потратили вечер до свидания до новых встреч всем спасибо ну вот видите мы с windows 7 поменяли версии нет там есть особенность in place upgrade поддерживается только теми версиями не ниже которые стоят то есть если функционал уже есть на старой редакции допустим в про а в новый нет то тогда не place upgrade вы не сделаете только чистую установку ну например нельзя сделать in place upgrade если у вас какая-то домашняя версия вы пытаетесь поставить профессионал если у вас профессионал ага вот замечательный вопрос и так тут спасибо всем коллеги тот вопрос вот спрашиваю да а если у меня windows 10 professional версии помните мы про версии пока ничего не говорили мы только смотрели до его допустим версии 1607 а я хочу поставить версию допустим 1903 1909 это уже не in place upgrade но такое возможно если вы найдете базовый образ то он будет профессионал и он развернется у вас если даже у него старшая версия и проблем не будет но на самом деле то о чем мы с вами сейчас говорим это называется не апгрей обновление по русски а это уже просто апдейт апдейт не апгрейт а апдейт то есть обновление версии для этого не надо менять операционную систему для этого нужно просто получить сайта windows апдейт кумулятивное обновление которое переведет версию которую у вас есть на более новую это делается либо в автоматическом режиме либо это делается с помощью специального помощника по обновлению помощник эта программа которая скачивается опять же сайта microsoft бесплатно вы ее запускаете она видит что вашей версии не совпадают с тем что уже есть актуального и предлагает вам обновить помощника по обновлению еще раз спасибо всем друзья я выключаю нашего клиента с которого мы подключались и общались до новых встреч спасибо всем